Многие верят в новогоднюю сказку, особенно дети. Все они ждут, что их желание исполнится. Около 60 воспитанникам социальных приютов Брестского и Кобринского новогоднюю сказку подарили сотрудники Брестского управления внутренних дел. Представление в областном культурном центре, где борются злые и добрые герои и побеждают, конечно же, вторые, убедило детей, что в их жизни непременно все наладится. После представления стражи порядка передали им подарки от самого Деда Мороза. Управление внутренних дел на постоянной основе проводится в период новогодних и рождественских праздников профилактическая акция «Дорога к сердцу». Этот год, конечно же, не стал исключением. Эта акция организована для несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном положении. На территории области таких ребят около 1900 проживает. Кроме деток и социальных приютов, в новогоднюю сказку верят и те дети, чьи родители рядом, хоть и выбрали неправильную дорогу. Кто-то из них на пути исправления, кто-то не собирается менять свой образ жизни. Настя 11, и у нее одно новогоднее желание, чтобы мама бросила пить. Девочка очень много времени проводит с бабушкой, вот и сегодня встречали гостей вместе. Для Насти бабушка и подружка, и подушка, которой можно поплакаться. Они вместе ходят в театр, гуляют, и вместе верят, что мама будет присоединяться к ним чаще. Девочка, чего ты ждешь в новом году? Чего тебе больше всего хочется? Чтобы моя мама перестала пить и стала лучше. А скажи, пожалуйста, вот 2013 год, что он для тебя принес? Даже не знаю, как-то... Ну были же какие-то радостные моменты, счастливые? Может быть, ты чему-то научилась, интересно, с кем-то познакомилась? Мама вылечилась как бы чуть-чуть пока. Надеюсь, что в дальнейшем все будет хорошо. Куда бабушка идет, туда ее тянет. Вот сегодня собирались в театр идти, у нас на 5 часов пригласите, но она идет с мамой. Но на днях, может, завтра даже идем и едем вечером на Гоголя туда посмотреть это все украшение. Не у всех детей есть такие чудесные бабушки, которые и поддержат, и воспитают. Но зато все, без исключения, мальчишки и девчонки, чьи родители выбрали неправильную дорогу, верят, что они исправятся и поймут. Самое большое счастье рядом – это их чадо. И именно они ждут, что мама и папа обнимет их и больше никогда не оступится.